Своё призвание волонтёрской деятельности Илья Карташов обрёл после прохождения реабилитации, когда сам получил производственную травму. С тех пор искусство – новая стезя, которую выбрал мужчина. Своей любовью к прекрасному Илья делится с людьми, которые в силу ограничений здоровья не могут посещать концерты и другие культурные события. Вместе с творческим коллективом «Дома культуры Заря» и благодаря проекту многофункционального передвижного центра мужчина устраивает праздники во дворах Самары, чтобы все люди могли отметить памятные даты городского и общероссийского масштабов. Идея родилась три года назад. С реализацией помог нацпроект «Культура». За активное участие в жизни сообщества Илья Карташов стал лауреатом одной из номинаций премии главы Самары «Мир равных возможностей». Это очень приятно, это очень волнительно. И описать все эмоции, которые есть внутри, очень сложно. На самом деле я очень благодарен организаторам. Благодарность, в первую очередь, благодарность. В этом году обладателями премии стали 18 человек в шести номинациях. Общественная деятельность, литература, искусство, образование и наука, предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность, техническое и народное творчество, физическая культура и спорт. Люди самых разных профессий, которые на собственном примере доказали, что даже с ограниченными возможностями здоровья можно полноценно жить и активно помогать представителям своего сообщества, развивать его и вносить собственный вклад. 2003 года и дизайнер телеканала «Самара ГИС» Ольга Жарина. Победитель в номинации «Техническое и народное творчество». На протяжении четырех лет Ольга создает кукол, животных, разные изделия из кожи и других материалов. Как рассказывает мастер, все началось с картинки в интернете и попытки воссоздать один из образов. Впоследствии работа так затянула, что со временем стало появляться больше единомышленников, которые затем объединились в клуб по интересам. У нас сейчас формируется сообщество кукольников. Это не только декоративно-прикладное искусство, это сейчас отдельное течение, вот коллекционирование куклами, увлечение куклами и возрождают до создания кукол по старинной технологии. Есть коллекционеры, которые хотят у себя, не наигрались в детстве и хотят сейчас у себя тоже иметь эту куклу. Интерьерная кукла называется. Сейчас в Самаре существует множество мер поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Оказывают помощь как малышам, так и взрослым от социальных выплат детям до выделения средств на ремонт и приспособления жилых помещений под нужды инвалидов. Конечно же, это наше социальное такси. Социальное такси работает на территории города и очень большое количество инвалидов пользуются этим видом транспорта для того, чтобы добраться до социальных объектов в комфортных условиях. Поддержку получают и общественные организации, которые работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Только в этом году 17 таких объединений заручились финансовой помощью властей Самары, чтобы продолжать вести социально значимую работу. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События.